Космонавт 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 Всё Могу сказать И które isi nicht Non 0 0 0 0 0 0 0 0 create а не космонавты-испытатели. Что касается Эрт Пуганова Сергея Георгиевича, то, к сожалению, на заключительном этапе есть такое требование, что все кандидаты в космонавты перед решением функциональной комиссии должны иметь личинское заключение. К сожалению, 27 апреля 2023 года главная медицинская комиссия вынесла вердикт о негодности к специальным тренировкам кандидата в космонавты и кандидата Эрт Пуганова Сергея Георгиевича. Поэтому вопрос о присвоении квалификации на космонавты-испытателю на комиссию не выносил. Поэтому отряд космонавтов поклонился новыми тремя космонавтами-испытателями. Спасибо большое. Я хочу отметить, что сегодня, 16 июня, и дата, как оказалось, очень тесно связана с пилотированной космонавтикой. Все прогрессивное человечество, как принято говорить, отмечает сегодня юбилей полета Валентина Владимировна Терешкова, первая женщина-космонавта. 60 лет исполнилась космонавта ее стады старше. И 11 лет назад, 16 июня, ровно в этом зале, были вручены удостоверения космонавтов участникам первого открытого набора в отряде космонавтов от космоса. И почти все они уже сплетали в космос, а те, кто не сплетал, уже ставит в экипаже. Поэтому, я думаю, что это очень хорошая традиция, очень хорошая дата, и у вас тоже все будет отлично. Ну, а теперь я прошу представиться новобранцевого отряда. Начнем, наверное, с Александра. Всем добрый день. Калявин Александр Сергеевич. Возраст 36 лет. Родился в Московской области, в городе Тротвино. Закончил Краснодарское высшее военно-авиационное училище летчиков в 2009 году. По специальности летчик служил, ну, и сейчас еще служил в вооруженных силах. Сюда пришел с летной должности из корабельной авиации Северного флота. А как узнал это? Ну, о наборе узнал о сослуживце. Все в полту знали, что я мечтаю стать космонавтом. И как-то ко мне подошел старший товарищ, говорит, ты в курсе, что там уже начался открытый набор? Я говорю, нет, не в курсе. Он такой, ну, вот я уже докладываю. Потом уже зашел на сайт СПК, увидел, что действительно начался набор. Причем я сюда поступил со второго раза. Это вот я рассказываю историю, как я первый раз узнал о наборе. Еще набор 2018 года, в котором я участвовал. А второй раз я уже сам мониторил постоянно, узнал, что планируется набор, ждал его. И буквально в первый день, как его объявили, я уже о нем знал. Точность документов у меня была уже собрана. Я там дособирал справки и сразу отправил документы повторно. Повторно, еще раз поступать сюда. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Кирилл Иванович Кирилл Иванович, 29 лет. Родился в городе Майкоп, в республике Адыгея. Закончил Балтийский государственный технический университет во имя в 2015 году. После завершения учебы работал в ракетно-космическом корпорации «Энергия». И до поступления в РАД работал в корпорации «Энергия». На наборе узнал, как работал в отрасли. Я всегда следил на новостями космонавтики, всегда интересовался и планировал поступать в РАД космонавтов. И как только увидел сообщение на сайте Центра подготовки, потому что набор объявлен, начал собирать документы, после чего приедет сюда. Спасибо. Здравствуйте. Тетеряйников Сергей Александрович. 34 года. Родился в городе Жиральный водосток Рокольского края. Закончил военно-московый инженерный институт по специальности инженерной эксплуатации судовых и технических персоналов. Проходил службу на подводных лодках Тихоокеанского флота в подводных силах. О наборе узнал благодаря комиссии ЦПК. Приезжали к нам на лодку с целью экскурсии. Так я познакомился с космонавтами, узнал о подборе и начал служить с 2015 года. И получается набор 2020 года Янергия Александровна прошел, чему рад. Спасибо вам большое. Мы тоже все очень рады, очень интересная служба. Но самое главное, что мы все пришли благодаря космонавтам осознанно. И это здорово. А сейчас я передаю слово коллегам. Вы можете задавать вопросы. Обязательно представьтесь. Принимаем руку. Говорим, кому задают вопросы. Да, пожалуйста. Добрый день. Я Анна Шенцева, Роскосмос.Медиа. Ну, во-первых, хочется поздравить вас с присвоением квалификации космонавт-испытатель. И у меня вопрос к Александру Калябину. У вас богатый опыт полетов авиационных. Почему решили менять эти полеты на полеты космические? Ну, вообще изначально, еще в школе, когда я выбирал, куда поступать после школы, я выбрал профессию летчика, понимая при этом, что это будет промежуточный путь на пути к становлению космонавтом. И у меня не было, будучи летчиком, каких-то сомнений, там, что не было такого, что я вдруг взял и решил поменять профессию. Я изначально шел к тому, чтобы быть космонавтом, а летная деятельность – это предварительный этап был, скажем так. Спасибо. Если можно, вопрос Амчуну Дериану. Как дельтопланиристу? Интересно узнать, какие горы у вас любимые для таких полетов и как это помогло вам в подготовке к деятельности космонавта? Дельтоплан я с точки зрения самостоятельных полетов не успел освоить, летали мы только в полях, поэтому по поводу горы у меня, ну, гора красивая, наверняка летать, у нас очень много ребят ездит туда летать, и если будет возможность, я тоже попробую, но на данный момент в горах я не летал, только на полях, в Московской области. Спасибо. Спасибо, коллега. Пожалуйста. Денис Калира, на РИА Новости. Во-первых, присоединяюсь к поздравлениям, и вопрос хочу задать Олегу Дмитриевичу. Расскажите, пожалуйста, о дальнейших планах, о дальнейшей подготовке трех новых космонавтов-испытателей, как в ближайшее время, так и, наверное, нужно преждевременно задавать сейчас такой вопрос, но тем не менее, когда может состоять свое первое назначение в экипаж, когда первый полет, и учитывая, что подготовка занимает продолжительное время, будут ли трое новых космонавтов-испытателей летать на МКС, или же будут готовить сразу полю на Роспу? Спасибо. Доброе утро, Денис, рад Вас видеть. Немного времени прошло с нашего крайнего интервью в РИА Новости. Вы знаете, сейчас у нас подписано соглашение о перекрестках полетов, то есть будут полеты выполняться не только на кораблях серии «Союза МЭС», но также и на «Спейс-Эксе», где наши космонавты будут присутствовать в обязательном порядке, поэтому я думаю, что срок пройдет для них не такой большой, как для предыдущих наборов. После окончания общей космической подготовки идет этап совершенствования знаний, изучения, более глубокое изучение систем российского сегмента и корабля, так называемой групповой специализации. Бывает, что на дороге везет космонавтам, и они назначают свой экипаж, не пройдя вовремя курс в этой группе. Но, как правда, все-таки здесь космонавты останавливаются года на два полностью дают экзамены по системам транспортного корабля и станции, после чего они уже назначаются в экипаже. Я думаю, что сейчас мы официально продлили свое участие в программе МКС до 28-го года, поэтому у них есть все шансы свой первый космический полет совершить на станционном проекте, либо на корабле «Союз», либо на «Спейс-Эксе». на данный момент экипажи готовы тренируются по 24-го года исключительно, поэтому я думаю, что, наверное, не хочется гадать на кофейную кучу, но, наверное, уже с 26-го года вы их фамилию слышите в составе экипажа. «Спасибо большое, коллеги». «Корреспондентация, ясно, я хотел бы поздравить вас, повозвращенным космонавтом-оспитателем, вопрос. Сегодня, так как Илья Живерт-Обезила исполняется 60 лет с полета в космос Валентина Герешкова, хотели бы вы, чтобы женщин на армии было больше? Валентина Герешкова, Сергей, конкретно отвечу на данный вопрос. Конечно, он хотел. Чем больше женщин, тем лучше, потому что у них свой склад в банк, по-своему они помогают мужчинам в этой жизни. Поэтому, конечно же, хотелось, чтобы он был больше. – Наверное, об этом Олег Дмитриевич чуть-чуть больше расскажет. У него большой опыт космических полетов, были экипажи, женщины были экипажи. Это как-то накладывает свой характер, точнее, накладывает свой печаток на студицию еще? – Ну, я хочу сказать, что женщины летали, летают и будут летать в космос. Конечно, достаточно сложно, особенно российской женщине, совместить все-таки семью, материнство и подготовку к космическому полету. потому что срок очень достаточно большой, но я думаю, что целеустремленные девушки и те, которые соответствуют всем притериям по здоровью и по образованию, я думаю, никаких препятствий для их прохождения абсолютно нет. так что мы ждем девушек, женщин, а для космонавтов. С точки зрения космических полетов, я не замечал, чтобы как-то мы становились более внимательными и строгими. Единственное, что я бы отметил, что когда летаем с женщинами, то, естественно, во всяком случае процесс приема кличи у нас более, скажем так, цивилизованные культуры, потому что когда собираются у мужчин, обсуждение идет в тел, перекус достаточно быстро, возвращаемся к своим делам. Но когда мы собираемся вечером, то в присутствии женщины всегда заметно. Стол северован, всегда не спеша, аккуратно и достаточно красиво. Новый год, это обязательно свечи, обязательно украшали. Мужчины украшают свои сегменты, и на этом все заканчивается. Гитары, песни. Женщины все-таки здесь такая обстановка более домашняя, более теплая, более красивая. Поэтому женщины в отряде быть. Александр, вот к вам вопрос, вы как действующий военнослужащий, правильно, в морской авиации, вот какие тренировки для вас были самыми необычными, непростыми, может быть, когда на ИЛ-76 проходили испытания невесомости? Ну, для меня многие тренировки были необычными, интересными. Выживание, которое здесь проводится, они гораздо интереснее, чем те, которые проводились в вооруженных силах. Сам формат, то есть здесь это зимнее выживание, например, – это три дня абсолютно автономного существования на тех ресурсах, которые есть в корабле. В авиации такие же есть тренировки по выживанию, но они длятся несколько часов, там, 4-5 часов практическое занятие, то есть мы там тоже применяем все эти средства. Конечно, здесь это гораздо интереснее. То есть в лесу три дня наедине с природой и с тем, что у тебя есть из спускаемого аппарата. Конечно, вовлекаешься в эту деятельность, очень интересно. По полетам, да, полеты на невесомость – это необычное ощущение. Будучи в истребителе, тоже возникают около нулевые перегрузки порой, но там ты пристегнут кресло, ты притянут привезной системой и нет такого ощущения полета, свободного падения, то есть ощущения абсолютно другие при полетах на невесомость. Вот именно на самолете в лаборатории ЮС-76. Сначала непривычно, но у нас было несколько таких тренировок, 10, и вот уже после третьей, четвертой, привыкаешь, уже начинаешь чувствовать себя как дома. – Спасибо. – Здравствуйте, Андрей Гиганов, телекомпания «Мир». В продолжении темы, вот Александр уже частично ответил, придется теперь оручивать Сергею немножко взять на себя. Что для вас было самым сложным, потому что перечень подготовки обширный и на самом деле за два года, наверное, уже составили такой свой топ сложности. – Спасибо. – Спасибо за вопрос. – Ну, как таковой топ, конечно, никто, наверное, не заставлял. Каждый предмет, что теоретически или по спецтренировкам требует полной отдачи, концентрации и, ну, в дополнение к тому, что рассказал Александр, скажу, что этапы парашютной подготовки очень такие ответственные и тренируются, так сказать, и волю, и стрессоустойчивость. И недавно были у нас, проходили тренировки гидролабораторий по внекорабельной деятельности. Очень интересный и полезный такой этап, который тоже очень запоминающий. Такие вот два этапа, которые могу выделить я, ну, и передам слово Сергея. По поводу специальной подготовки. Если честно, это самые такие лучшие моменты подготовки, потому что ты всегда находишься в динамике, в движении, изучаешь свой организм, свои нервы, как это все должно проходить. И я для себя очень много нового раскрыл. Например, прыгнул 45 раз с парашютом, погрузился, и каждый отдельный этап для меня – это был такой маленький шаг, который меня развивал. Мне очень понравились эти моменты. Влетная подготовка тоже, да, управленная. До этого я с авиацией не имел дела. Здесь мы готовились, получается, в кабине самолета Тал-39, на месте второго пилота, и учились управлять самолетом. Для нас это такой яркий момент. Это очень увлекало меня после этого авиация. Спасибо. Каринич, есть вопросы? У меня еще один вопрос. Олег Закичев. Согласно планам экспедиции на МКС-70 и МКС-71, вы, возможно, будете первым человеком в Космосе, который проведет в Космосе более тысячи суток. Что вы думаете, что вы чувствуете по поводу вот такой перспективы? Извините, что в Космосе стал персоналом. Это очень интересно. История не кем без слогательного мнения. Поэтому я сначала про воду на обеде тысячи суток, потом я расскажу. Потому что для меня полетный Космос — это моя работа, моя любимая работа. Поэтому, конечно, сложное время для моей семьи, но мне нравится это. Мне нравится выполнять космические эксперименты. Вот ребята сказали, что им нравится подготовка. И мне очень нравится, например, подготовка по ночным экспериментам. Я везучий человек. В каждом полете я делаю впервые новые эксперименты. Вот. Контур-2. Тот же 3D-биопринт. Сейчас я буду заниматься перебелами. Три-биопеределками. Крайние эксперименты были на станции. Мне очень нравится заниматься там наукой. И плюс мне нравится пилотировать космический корабль «Союз». Ни один мой полет не проходил на одной и той же модификации. Поэтому все время учишься, все время изучаешь. Все время речь на студентах. Поэтому облетаем тысячу услуги поделить. Спасибо большое. Спасибо большое. Прежде чем я передам вопрос по Роскосмосу, Олег Ильич упомянул о том, что поэто космос – это немножко нужно для семьи. И вот мы затронем эту тему. Там кто как не семья поддерживает вас во всех выборах. Вот скажите, пожалуйста, о том, что вы станете космонавтом. Вы сказали после того, как вы прошли отбор или кто того? И как восприняли родные и близкие ваше решение? Ну, меня родные и близкие все без исключения поддерживали. Я ничего не скрывал. Я сразу всем рассказал, что я планирую поступать. и делился по ходу поступления всеми новостями. Меня звонили, спрашивали, как продвигается, как экзамены, как ты друг дал и так далее. Все меня поддерживали. Всем огромное спасибо. Это очень интересный вопрос, потому что поддерживали меня тоже и родные, и близкие. И скрывать особо, наверное, смысла не было. Но, единственное, я какие-то новости говорил уже по тому, когда сдал какой-то экзамен, пошел какой-то этап, чтобы уже какой-то как-то завершён был. Вот. И тем более не было тоже такой-то тайны, потому что в этот набор я пошёл второй раз. Я первый раз проходил в 2018 году. И поэтому родные, все и близкие, супруга моя, все знали, что я буду проходить. И поддерживали меня. Спасибо большое. У меня всё проходило под занавесом тайны. Я сказал родителям, что прошёл в отряд космонавтов, уже когда меня сюда принято наработал, я поехал в отпуск и сказал, что меня наработал вместо службы. И теперь буду заниматься, готовиться, точнее, к полёту в космос. Родители, конечно же, удивились, но все меня поддержали. Такая неожиданная новость была для них. Ну, такая приятная, но периодически их удивляет. Спасибо. У меня вопрос к коллегу Дмитриевичу. Немножко более детально рассказать про планы для космонавтов. Возможно, планируются полёты на Луну с их экипажем? Или какая-то будет конкретная подготовка к полётам на РОС? Ну, мы совсем недавно, в прошлой неделе рассмотрели, мы представили материалы скиданного проекта на РОС. Там указаны предварительные даты создания российской орбитальной служебной станции. Ну, вот, всё. Я надеюсь, звучится на их поколение на то время, когда они будут активны космонавты. Поэтому я ничего от этой жизни не исключаю. Я надеюсь, что они ещё и свои, как я его люблю. Первый полёт в Совершательном коллекте. Уже 100 опытными космонавтами прилетят на РОС. И дальше по этапам Луна и Марса. А с Луной пока нет конкретных вам? Читайте федеральную космическую программу. Безусловно, спасибо. И вопрос к Амтюну. Вы рассказали про подготовку к ВКД. Можете по поводу мне раскрыть, что конкретно вы проходили в тренировках и насколько сложно это было у вас? Сначала у нас была теоретическая подготовка. Сначала мы, в принципе, учились работать под водой. И первые тренировки у нас были в лёгко-водолазном снаряжении. После того, как мы прошли цикл тренировок, изучили систему скафандра, в котором надо будет работать. И после этого у нас было три полноценные тренировки. В каждой тренировке были различные сценарии по работе с оборудованием, по переходам по станции. И, в принципе, та теоретическая подготовка, которая была до этого. Нам всё рассказали, как работать, как работать в скафандре, чтобы тратить меньше сил, чтобы выполнить все поставленные задачи. И мы этого придерживались. И у всех успешно получили все эти тренировки. Это было очень интересно и полезно. Спасибо. Коллеги, сейчас я перейду к вопросам, которые были оставлены в комментариях в социальных сетях Центра подготовки космонавтов. Дело в том, что завались ребят те, что хотят прийти подряд космонавтов, то есть потенциальные космонавты. Они все ждут открытого набора и задают очень много вопросов. Во-первых, все нас поздравляют. Все на вас ориентируются и спрашивают. Скажите, пожалуйста, когда вы увидели пенчин нормативов по физкультуре, вы сразу готовы были сдать все эти нормативы? Или вы к ним тренировались, но вы тренировались, чтобы их сдать? И когда вы пойдете уверенность, что вы зайдете на ура просто все эти этапы? Когда я увидел перечень нормативов, я понял, что ничего сверхъестественного нет. Какие-то нормативы, как, например, подтягивания, я, в принципе, уже мог сдать на высший балл. Какие-то, например, бег, понимал, что немного надо потренировать. Первый раз, когда я поступал, я не очень много времени этому уделил. И балл по физре у меня был не очень высокий, но, тем не менее, проходной. Второй раз у меня было уже больше времени подготовиться. Я этим временем воспользовался. И балл по физре был гораздо выше во второй раз. Но, в целом, все нормативы адекватные, ничего сверхъестественного в них нет. Я думаю, что среднестатистический человек, который просто занимается каким-то спортом для себя, он в состоянии сдать их без какой-то особой подготовки дополнительной. Ну, тогда, Арутин, я вам задам другой вопрос. Потому что вопросов очень много от специальных ребят и девчат, которые хотят сюда прийти. А они спрашивают, как вы считаете, какая черта характера помогла вам пройти в отряд космомат? Интересный вопрос. Даже не думал, если честно, с этой точки зрения по этому поводу. Ну, наверное, то, что настойчивость, то, что стремление к цели, в принципе, ну, потому что весь этап даже подготовки к отбору в отряд космонавтов, он занимает большое время, как Александр уже сказал, по физкультуре. Также необходимо собрать много документов, подготовиться к теоретическим экзаменам. Вот. И это занимает определенное время, в течение которого ты должен, как бы, расписать себе как-то свою подготовку и придерживаться этого какого-то графика, с пониманием по всему этому подойти и не останавливаться. То есть, на достигнутом, действительно, отбора. Наверное, может быть так. Я, Сергей, сейчас задам вопрос. Скажите, пожалуйста, можно ли совмещать подготовку к отбору с текущей работой? И сколько у вас заняло времени на сборы всей информации, документов, медицинских справок? Мне повезло. Я проходил службу на подводной лодке. И у нас были мероприятия после моря. Нас весь экипаж отправляли в санаторий. И вот, находясь в санатории, я полностью собрал медицину. И у меня была возможность и время, чтобы начать решиваться теоретически. По физической подготовке вопросов никогда не было. Я занимаюсь 14 лет. Поэтому, когда я его видел, я понял, что, как минимум, по физподготовке проблем точно не будет. По общеобразовательным предметам уходило много времени. Особенно, когда уже началась основная работа. По вечерам, там, с 8 до 10 вечера обязательно читал книжки. Готовился именно к теоретическим экзаменам. Спасибо большое. Александр Ильич, когда Вы проходили отбор в отряд космонавтов, Вы сейчас, как командир отряда космонавтов, Вы наблюдались за этим набором. Скажите, есть какая-то разница? Тогда и сейчас. Что-то усовершенствовалось или, наоборот, что-то стало полегче для ребят? Я думаю, что в связи с тем, что стали объявляться наборы открытыми, то сам процесс формализовался. Когда я отбирался, наборы были закрыты. Они знали только те, кто работает в предприятиях ракетно-космической отрасли, и никаких организаций не было. Но были еще такие требования по вузу, который ты окончил, по теплому, по среднему баллу. Поэтому, когда мы отбирались, конечно, у нас средний балл практически всех фестивалей. Достаточно большое количество дипломников. Поэтому мы проходили по такому критерию. Далее был критерий как минимум пятилетнего стажа работы по специальности. Поэтому таких формализованных требований по физподготовке, по проверке наших, скажем так, общекосмических знаний, его не было. То есть мы проходили собеседование, проходили медицину, проходили большое количество психологических обследований, тестов и всего остального. После чего, международная комиссия собиралась, анализировала наши личные дела. Потому что, как и правда, мы работали на режиме предприятия, как выносилось решение. Сейчас этот процесс формализован, потому что наборы открыты. То есть мы будем ждать еще открытого набора. И уже с этими формализованными знаниями мы будем отбирать кандидатов. Опять же, требования. Хорошо, формализованное требование. А знания должны исполнены. Конечно. Он вам объеден. Альбин Ильич, еще вопрос. Гречка, Крикарев, Барна, Скиверя. Это ВНР продолжает условную традицию космонавтов. Есть еще много вузов в стране, с которыми тесно сотрудничает Центр подготовки космонавтов. Скажите, пожалуйста, будут ли в вузах и проходят ли сейчас в вузах курсы для тех, кто хочет войти в отряд космонавтов? И с кем сотрудничает СПК сейчас? Ну, самое большое количество космонавтов. Первое, что удерживает Московский айс-морицитут. Второе, это Высший Крикаревич Ильини Баумана. Пока сотрудничает с такими вузами, как МГУ, МАИ и МГУ, есть договор на выполнение работы и всего остального. Когда отряд был еще, скажем так, не единый, я находился в составе отряд экспонатов Ракетно-космонавтов и тогда между Энергией и МАИ было соглашение, и на этапе еще вузовского обучения студенты проходили медицинский отбор и древними по физпродотовке. И была отобрана такая группа. В конечном итоге один человек прошел все этапы, закончил институт, практически сразу был зачистен отряд космонавтов, но, к сожалению, он не слетал. Такая программа подготовки была. Сейчас мы также пытаемся создать нечто подобное в программе с теми вузами, с которыми я перечислил, но и, по-моему, еще туда же входит самарский и аэрокосмический университет. Так что студенты вузов, пожалуйста, которые вы учите, которые сейчас перечислили, обратите внимание, что можете очень интересно вы сотрудничествовать СПК. И вот один вопрос, который я могу задать всем новобранцам, подряд космонавтов. Скажите, пожалуйста, забудли ли курс общей космической подготовки? Ну, сейчас уже можно. Были ли ситуации, в которой вы были не готовы? Ну, там, допустим, что объем информации не хватало, но, как знаю, мы не были готовы здесь за счетом. Ну, можно сейчас сказать. И как вы крутились из этой ситуации? Я думаю, если бы мы были к чему-то не готовы, мы бы здесь, наверное, не сидели. Конкретно для себя могу сказать, что с такой ситуацией я не сталкивался. Я всегда был готов к тому, что меня ждет. Были моменты, когда было сложно, но, тем не менее, удавалось всегда подготовиться и морально, психологически, и физически. И, в целом, я считаю, что, ну, ребята тоже, думаю, меня поддержат, что, в целом, мы всегда были готовы к тому, что нам нужно сделать, и делали это. Ты мне все сказал? Да, я тут все. Нет, я этим хочу сказать. Ну, я только немного дополню, да, что времени на подготовку, в принципе, хватало всегда. И даже когда казалось, что вроде бы денег не хватает, то общим усилением получалось вместе подготовиться к экзамену и задать те вопросы, которые были там, ну, дополнительные вопросы преподавателям. И к экзамену были готовы всегда. Вот. Поэтому в этом никаких проблем не было, тоже скажу. Сейчас мы заговорили про подготовку, и здесь нужно упомянуть преподавателям. Были сложные ситуации, когда что-то мы не знаем, не понимаем в процессе обучения. Ну, от всей группы я хочу сказать всем преподавателям, которые мы хотели. Большое спасибо. Большое спасибо всем преподавателям. Очень хорошая такая точка. И, Олег Дмитриевич, остается только передать нам слово, чтобы Вы пожелали что-то с новым членом отряда космонавтов и что-то их посоветовали, как опытный космонавт. Ну, для меня, если можно говорить, что самое, я неожиданно на себя столкнулся и не ожидал космического полета. Я не ожидал, что космический полет придать 9 лет. Вот это очень трудно. 9 лет поддерживать себя в состоянии готовности к выполнению космического полета, и технически, и поддерживая необходимые критерии, в частности, в своей дороге, это достаточно тяжело. И не растерять в таком длительном промежутке ни желания, ни возможности, ни потерять эти критерии соответствия космическому полету. Поэтому я бы хотел пожелать, что дорога была длинной. Если повезет слетать достаточно быстро, значит, повезет. не слетать, значит, надо быть готовыми к этому. И надо монотонно работать и достигать поставленной цели. Поэтому задачи. Ну, и раз вы пришли в отряд космонавтов, то вы должны слетать просто так. Здесь, конечно, пребывать можно не следовать. Надо следить после. Спасибо большое. Я хочу сказать, что очень много человек следят за вами, за вашими шагами на этой прямой. Мы будем считать, что она будет прямая. Будем надеяться. И будем следить за успехами. Будем радоваться им. Спасибо большое всем, кто был сегодня в записи. Спасибо тем, кто выступал. Спасибо и удачи! Спасибо.